Одна из балтийских стран Литва планирует до 2027 года направить на развитие инфраструктуры литовских железных дорог свыше 5 миллиардов евро. Об этом сообщил генеральный директор компании «Эгидиус Лазаускас». По его словам, более 3,5 миллиардов евро будут представлять собой инвестиции в Европейскую колею. Этот проект называют «Рейл Балтика». Литовские железные дороги в ближайшие четыре года планируют расширяться и в стране, и за рубежом. Также рассматривается возможность строительства терминалов Польши. Однако стратегия Литвы – развитие бизнеса север-юг и запад. По имеющимся оценкам, к 2027 году поток интермодальных грузов в стране должен увеличиться на 38%. В аналогичном направлении ведёт работу и Латвия, где считают возможным связать транспортные маршруты с международным транспортным коридором Троссека. «Наше главное направление – это весь Евросоюз и страны Центральной Азии. Мы своим транспортом привозим до наших складов в Риге, перегружаем, консолидируем, маркируем и отправляем грузы в Центральную Азию. В связи с военными действиями на Украине очень часто наши партнёры и клиенты в последнее время запрашивают доставки грузов в обход Российской Федерации. Это связано с тем, что в странах, где происходит военное действие, не работает ЦМР-страхование и клиенты боятся о потере своих грузов. Поэтому всё чаще и чаще происходят запросы, используя страны Азии, Турцию через Каспийское море». Разработка альтернативных маршрутов занимает важное место в повестке дня. Стабильные и надёжные цепочки поставок между Евросоюзом и Центральной Азией стали наивысшим приоритетом. Это связано с тем, что традиционные логистические маршруты оказались нарушены. В связи с этим Латвия является одним из государств Европейского Союза, активно стремящимся к укреплению отношений между Европой и Центральной Азией. «Латвия давно уже является странным наблюдателем трассика и, конечно же, заинтересована в развитии отношений со всеми странами, которые входят в трассика, особенно касающиеся Южного Кавказа, это Грузия, Азербайджан и Казахстан. Также хотел бы отметить, что это сотрудничество уже, в принципе, состоялось, скажем так, и происходит. Мы буквально в начале года, в феврале, запустили проект полуприцепов, которые, когда отправлялись из Латвии через Польшу, все страны Южной Европы, далее Турцию, Грузию, Азербайджан, Центральную Азию посредством смены башни водителей. То есть, когда не вся фура целиком проезжает, скажем так, по маршруту, а меняются водители. Это была первая такая практика, пилотный проект, который мы осуществили трассика и надеемся уже на регулярную перевозку на этой основе». По мнению экспертов, сотрудничество Латвии со странами трассика с Южным Кавказом, в первую очередь Азербайджаном, а также центрально-азиатскими странами, принесет ощутимую пользу. Учитывая геополитическую ситуацию, любая диверсификация экспортных и транзитных маршрутов, налаживание новых устойчивых транспортных связей со странами Центральной и Северной Европы станет важным шагом для региона. «Наше направление считается Центральной Азией и странами Кавказа, поэтому мы тоже начинаем интересоваться этих путей. И в связи с этим, этим летом, в начале июля, по сотрудничеству с Министерством транспорта Латвии, у нас была зум-встреча с господином Бауржан Кусубаев, представителем программы «Тросека», который тоже очень заинтересован с прибалтийскими странами перевозить грузы транзитом через Азербайджан, также Каспийское море. Значит, мы с ним обсудили, какие могли бы быть риски, в том числе перевозить грузы через Черное море, через Турцию. Я ему как бы рассказал свою позицию, он выслушал нас, сказал нашу, сказал, что программа «Тросека» также готова финансово помогать перевозчикам. Оплачивая при такой поддержке дополнительные расходы, логистические компании могут привлечь больше перевозчиков через программу «Тросека», считает эксперт. В свою очередь, для перевозчиков как прибалтийских, так и азиатских, участие в программе принесёт огромные плюсы в их деятельности. Сегодня Международный транспортный коридор «Тросека» включает в себя транспортную систему 13 стран-участниц основного многостороннего соглашения по развитию международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Продолжение следует...